...убедителем на шоу «Критикомания» на байдарских дуэлях, если мне не изменяет память. Девушка, которая сегодня прям очень долго сидела и ждала, но тем не менее, спасибо ей, что она не ушла. И сейчас она порадует вас своими великолепными просто, ребята, стихами. Это Надежда Рокошникова под ваши аплодисменты выходит на эту сцену. Добрый вечер. Падшие ангелы сорванных листьев за желтую осень просили молиться. Плакали в землю прозрачной капелью, раненые птицы, рваную трелью. К земле преклонялись слезами напиться, к земле неувядшие еще вереницы. К земле возвратиться, к земле на колени. А ветер качал и качал колыбели. Падшие ангелы сорванных листьев за птиц улетавших просили молиться. Дороги шуршащим дыханием грели, и все плащаницы и стерпка и метели от сизого неба старались укрыться. Все ниже и ниже земле преклониться. Сквозь стекол глазниц и замерзших смотрели, как ветер качал и качал колыбели. Падшие ангелы сорванных листьев за пламя рябины просили молиться. И гроздья жемчужные алым горели, огнем по крупицам. И рук не согрели пришедшим промерзшей земле поклониться. Кто иний серебряный нес на ресницах. И снова мне снится в осенней постели, как ветер качает в ночи колыбели. Падшие ангелы сорванных листьев за руки твои попросили молиться. На стеклах нашептан вышел мнель, узор мастерицы с седой акварелью. Смеется за окнами морусь вдавиться. Мне снова мой ангел сегодня не спится. И чудится, мнится в туманной постели, как ветер качает в ночи колыбели. Мозг подходит, как тесто. Границ черепной коробки впервые боюсь. Там вроде бы мало места. Движение мысли робки. И в каждом движении грусть. Что-то в груди хочет вертеться. На капиллярной постели мельница скрипом наводит тоску. Скрипя сердце, скрипя сердцем. Зная, мельница перемелет муку мою и муку. Ах, мельница, отломилась лопасть. Ах, и без крылья или без искры полцарства отдам тому, Кто эту бескрайнюю пропасть перекроит и скажет, Что путь открыт, что к сердцу ведет моему. Но печали свои непослушные, прямую не гнула спину я. Осанка, осанна тебе! Но всю изживала душу мне земная тоска звериная. А ветер над пропастью играет на белой трубе. Ах, жаль, оторванного крыла. Зачем я так далеко зашла? Я последнее прочитаю. Верьте вы или не верьте, прогуляться вышли черти. А как и выбрались на волю, то пьянее от раздолья И волнующей свободы разбрелись по небосводу. Поиграли в догонялки, прятки чехардой салки И поспорили на душу бедной маленькой старушки, Что метнут они все вместе молнией больше, чем за месяц. И разбудят всю столицу, раз уж в ней чертям не спится. И давай глухую ночь всеми лапами толочь. А земля в ответ стонала, но чертям все было мало. Облака, ну точно волны, двести тысяч белых молний разорвали под небесье. Так берусь же, племя бесье! В гневе праведном и грозном удалились с неба звезды. Только лишь одна луна, выпьев бесьева вина, по небу пустилась в пляс. Но ее от чуждых глаз прятала стыдливо туч, Хоть соблазн ее и мучил лихо сбросить плащаницу и самой плясать пуститься. Но смиренная тиха не позволила греха. Ну а бесы бесновались, что ж, наверное, можно малость. Впрочем, ведали они, только лишь блеснут огни золотогревого расцвета, Значит, песенка допета, вновь пора по воле мира Средь людей слоняться мирно и очистить горний быт от следов своих копыт. Но плененные небесами взяли грешные на память по кусочку небеси, Ах ты ж, Господи, спаси! И плеснули белогом в небе черном и пологом, Словно лезвие ножа, знаки горя дележа. Но обрушилась с востока краснолика, краснобока, красносолнце на столицу, Обожгло чертям копытца, Так что черти с перепугу повалились друг на друга, Растеряли всю добычу. Это, в общем-то, не притч. Отчего я так тоскую в ночь июля грызовую? Спасибо.